Всем здравствуйте! Это видео из Турции. Хочу его снять, рассказать об итогах, как сегодняшний день еще траурный переживает страна. Сегодня ровно год, 6 февраля 2024 года, с того момента, как произошло страшное катастрофическое землетрясение. И хочу рассказать, о чем здесь думают люди, как прошел этот год, какие итоги у нас сейчас есть к этому моменту. Конечно же, страна в огромном трауре. Сегодня в той зоне, где было землетрясение, дети не пошли в школу. У них сделали один день выходных, каникул. Прошедшей ночью, с 5 на 6 февраля, родственники погибших, а там практически на той территории, так коснулась каждую семью. У них есть у всех практически потери, где кто-то страдал, погиб или остался ранен. И люди прошли молчаливый ход по улицам, разрушенным от землетрясения. Оттуда были трансляции телеканалов в прямом эфире, почтили минуты молчания. На самом деле, это была ночь молчания. Наутро сегодня по всей стране, в самых главных, в принципе, во всех и в главных мечетях странно действующих прошла упокоительная молитва. Мы берем статистику, но я напомню, что 6 февраля 2023 года в 4 утра и в час дня произошли два землетрясения. Толчки были мощностью 7,7 баллов, 7,6. В итоге официально погибшими заявлено больше 50 тысяч человек. Нет официальной статистики по пропавшим без вести, потому что их очень-очень много. Было разрушено более 300 тысяч домов. На данный момент еще очень большое количество, тысячи людей остаются жить в палаточных городках, в палатках или в контейнерных домах. Большинство снимают жилье, если у них есть материальная возможность, или живут со своими родственниками. И они разъехались в другие части Турции. Но очень многие люди так и не покидают свой родной край с надеждой. Есть обещание муниципалитета в отстраивании социальной жизни и домов. По поводу застройки, самый частый вопрос, который мне задается на эту тему. Такие результаты, что по застройкам. По факту мы видим, да, дома строятся, но не такими темпами быстрыми, как это было обещано в марте 2023 года. Буквально на днях президент участвовал в выдаче ключей пострадавшим от их новых домов, от новой застройки. И хочу его сейчас процитировать. Сегодня мы вручаем ключи от домов 7275 гражданам, из которых 6572 находятся в наших провинциях в районе центра и 703 в сельских районах. То есть в городе 703 это деревенские дома. В течение двух месяцев мы разрешим строительство, то есть закончим 75 тысяч домов в зоне землетрясения. Но напомню о том, что нужды вообще-то более 300 тысяч домов. За этот год, можно увидеть, из Хаттая есть видео с коптера, фактически за год где-то начали строить, где это было более возможно географически, в том плане, что убрали мусор строительный, разрушение, ликвидировали, начали строить. Там, где падали огромные высотные здания, конечно же, в разы больше работы по очистке территории, разгребанию, уничтожению, ликвидации мусора строительного после разрушений. Поэтому в большинстве городов по истечению года только закончили разгребать этот мусор и очистили территорию для дальнейшей застройки. В Адайамане сделали памятник башни с часами, она была просто городская башня, но когда в городе произошло землетрясение, часы остановились на отметке 4 часа 17 минут. С тех пор, в течение года, они не начали работать, и эта башня уцелела, не разрушилась. Сейчас это такой своеобразный мемориал памяти этому землетрясению пострадавшим и погибшим. Свои цветы возложили к памятнику шахтера. Шахтеры, которые участвовали в разборе завалов, им удалось спасти на тот момент 350 человек, они достали живыми. И вообще очень много, конечно, сегодня вспоминают о том, кто участвовал, помогал в ликвидации этой катастрофы. Из разных стран люди, разных национальностей вероисповеданий. И, конечно же, сегодня простые люди в Турции об этом вспоминают, об этом говорят. И, честно скажу, что такое ощущение нависшего горя, траура, и люди больше молчат. И я имею в виду в социальной повседневной жизни, если вы пойдете сегодня на улицу, в магазин или в какое-то общественное место, все помнят, но говорить пока что об этом очень трудно. Идет ли компенсация, идет ли всяким магазинам, частному бизнесу, компаниям? Им кому-то выдавали контейнеры. То есть это такие однокомнатные, можно сказать, жилые помещения в этих контейнерах. Люди либо живут, кто-то оборудовал их под магазины, под частный бизнес, пытаются, в основном, своими силами все это происходит. Если у нас идет медленное строительство домов для граждан, ну, естественно, бизнес или предприниматели, они далеко на последнем месте в листе ожидания. Это не первичные нужды, которые следует закрывать. Также у нас существуют в Хаттай, в Газиантепе, в том направлении. До сих пор в городах этих приезжают и живут волонтеры-иностранцы, которые занимаются с детьми, учат языкам, обычно это английский язык или какие-то другие направления. При университетах местных вот эта помощь, она до сих пор существует, в течение года действует эта курс. То есть волонтеры приезжают, обучают детей. Скажу честно, что жители, которые на этой территории остаются, которые пострадали, никуда не переезжали, они находятся, конечно же, в большей зоне риска и опасности, психологическим и психиатрическая помощь очень многим нужна, потому что люди мало того, чтобы прожили большую катастрофу, у большинства до сих пор остаются социально нерешенные вопросы, бытовой жизни, работы, действий каких-то. То есть когда у тебя был дом, у тебя всё было в порядке замечательно и планы на будущее, ты, например, остался жив, слава богу, если не погибли твои родственники, и у тебя всё рухнуло в один момент, и ты живёшь теперь в палатке без тепла, достойного душа, вода, условно, из краника, посуду помыть на улице при открытом небе, у тебя нет никаких своих вещей, имущества и тому подобного, то есть у тебя нет защиты, комфорта, у тебя нет вообще каких-то планов на будущее, потому что посттравматический этот эффект у нас работает, то что там до сих пор продолжает подтряхивать, вот чтобы вы понимали, 4,5-5 баллов, и люди постоянно живут в этом стрессе, что что-то опять произойдёт, то есть это эффект синдрома отложенной жизни. Они не могут начать жить и сейчас, поэтому они не могут очень многие бороться с проблемами психологическими, которые у них есть сейчас, этот стресс, они в нём застряли в этом вакууме, потому что постоянно этими землетрясениями систематически подпитывается тревожность. По итогу для всей страны, конечно же, это очень большой был экономический удар, не только восстановление этих территорий для людей, социальное вложение, но также экономический удар, были уничтожены фабрики, заводы, пострадал очень сильно мелкий бизнес, разрушены магазины, компании различные, и вот я говорю, по прошествии года мало кто смог восстановить что-то своими силами в частном порядке. От государства пока что на этой помощи огромной нет, потому что это не в первом листе потребностей. Также по всей стране, по большинстве городов крупных, особенно в системе активной зоне, произошли проверки домов, люди организовывали их самостоятельно, также от муниципалитета, то есть баланс вот этого ветхого жилья, застроек, была большая проверка, и по итогу быстрее, скажем так, начали шевелиться государственные и муниципальные власти в городах, в том числе в Стамбуле. Или перестройка старых ветхих домов, которые при землетрясении могут рухнуть, быть опасными. И ремонт, например, домов. Ну, в основном это у нас идет перестройка. Они сразу ломают под ноль и выстраивают новые дома. Дома какие-нибудь не очень большие, невысокие, но вот эта работа пошла, конечно же, после землетрясения гораздо активнее. Или есть люди, которые брали специально, организовывались с соседями подъездами, домами СИТ своими, и организовывали, оплачивали в частном порядке, чтобы это было быстрее. Из-за страха, конечно, когда были напуганы проверки своих домов, вот этих опор, бетон, на целостности домов, трещин различных, их состояние, и оценивается в этой экспертной оценке, дается заключение, насколько баллов там условно выстроит ваш дом примерно, сколько он может пережить. Также поменялись очень взгляды у людей на жилье в том плане, что люди, у которых есть страх, они переселяются в низкие дома, ну то есть в частное жилье, двух-трехэтажные, до пятиэтажей в среднем. То есть страх высоких этажей или старых зданий, высотных, он все-таки есть, особенно в Стамбуле, вот в таких крупных городах, потому что Стамбул вообще в самом, наверное, одном запаснейший. Окей, Малати остается на первом месте, что действующий разлом постоянно, систематически, а в Стамбуле он пока что затих, и мы вспоминаем землетрясение 90-х, да, и что-то подобное в 7 баллов в любой момент может произойти, в Стамбуле ожидается. Вот эта боязнь этажей старых зданий, если кто-то меняет жилье, это очень сильно сказывается, люди на это обращают, здесь местные обращают на это внимание. Какие-то социальные проекты еще остались, это негосударственные частные проекты гуманитарные, назовем так, помощи, споры денег, пожертвований различных, людям, которые остаются жить на этой территории, у которых нет жилья до сих пор, я напомню, живут в палатках, в контейнерах, например, у них не было возможности либо физической, морально еще какое-то восстановить, или достойно найти работу, или вообще что-то оборудовать, как-то наладить на рельс, поставить свою жизнь социальную хотя бы. Поэтому помощи еще есть, есть вот эти центры помощи и поддержки. От себя что хочется сказать? Это трагедия, названная официально у нас в государстве, трагедия века, это было самое по разрушениям сильное землетрясение по последствиям своим в Турции за ее историю. Историю наблюдения, естественно, может быть, где-то исторически, когда-то сотни лет назад, что-то подобное было еще. Отпечаток этот, конечно же, есть на людях. Знаете, у людей есть страх. У людей, которые живут в сейсме активной зоне, у них есть солидарность друг к другу, и каждый, кто живет в Турции и почувствовал на себе землетрясение, как говорится, welcome to club, повышенная тревожность, страх смерти, страх землетрясения. Это цепенеющий такой ужас и страх, который есть у многих здесь, практически, мне кажется, у всех. Это то, чего боятся очень все люди вокруг. И это отпечаток абсолютно на каждом есть. И в завершении я отмечу, что турки очень сильно переживают, когда происходят какие-то землетрясения серьезные, сильные в других частях света. Это всегда новость первая в СМИ, когда было землетрясение месяц назад в Японии. Когда было землетрясение, буквально парочку, три недели назад захватило Казахстан. Там вроде кто у нас были, Киргизия, в общем, в этом местоположении. Очень много показывали по новостям. Они очень сильно сопереживают, волнуются и воспринимают такие трагедии землетрясений, как свои личные. Мне просто хотелось снять это видео, потому что много вопросов на эту тему было. Как прошел год, в том плане, какие результаты, как ощущения, какие результаты после землетрясения в стране на данный момент вот такие. Я всем желаю здоровья, чтобы у вас не было проблем, каких-то катаклизм в вашей жизни. И как заключение морали всей истории этого события, помогайте своему ближнему, и вам это всегда вернется. Огромное спасибо хочу высказать всем, кто год назад участвовал в сборе, пожертвования присылал, когда мы сделали сбор, отправляли одежду в Хатай и покупали продукты различные. Спасибо вам большое. Это очень приятно. Я это помню до сих пор. Это очень значимый момент. Помогая другим, вы в первую очередь порально помогаете себе, вы даете себе надежду на лучшее, что худшее пройдет, и за темной полосой всегда есть светлое. Спасибо за ваше внимание. Буду очень признательна. Лайку под видео, комментариям и распространение этого видео в соцсетях для других пользователей. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok